Зима пришла. Декабрь, начало. Сразу же мне теперь вдарила зима. На улице тепло, минус 1 градус всего. Но ветер, сильный ветер. Поэтому одел сегодня мембрану, костюмчик. Думаю, будет немножко потеплее. Потому что закон костюм, когда ветер, ну, будет продавать, если одеваешь, там уже нужно пуховый щек подняться, одевать. И тогда нормально будет. Я так выбрался на охоту, на Тетерево, походить, посмотреть. Сегодня буду охотиться в лесном массиве, потому что ветер, метель такая, Тетерево сидеть на чистом практически не будет. Так, по случайности, только если где-то может в полях, там на поздних. А на деревьях, тем более, больше будет сидеть там, где ветра меньше. Это лесной массив. Ёлки, сосны, березы, какие-то поздники, овраги и все такое. В таких местах его искать шансов будет больше. Ну, можно увидеть еще и зайчика, конечно. Следов только вот захожу. Уже следы вижу. Свежие утренние набегали. Сейчас тоже рассвело уже, конечно, утро вовсю. Костюм сегодня белый. Видно будет меня немножко похуже. Подкрадываться будет получше. Также охота с мелкашкой. Многие пишут, почему с мелкашкой. С ружьем не ходишь. Какое ружье? Я сейчас охотюсь в ход в хозяйстве, где я с собой ружье даже не брал. Уехал очень далеко. Тут живу, как бы, нахожусь, охотюсь, фильмы снимаю, все такое. С ружьем я буду охотиться на лунках. Где-то ближе к концу декабря, январь там месяц. Может, февраль. Там сейчас с ружьем мы еще на охотимся. Буду преимуществом, может быть, ходить даже с двустволкой. А пока с мелкашкой. С мелкашкой сезон короткий. Буквально только ноябрь месяц. Ну, октябрь, в кутибрь я подосне почти не охотился. Вот только с ноября я начал. Рябщик, тетерев охотиться очень интересно. Ветки только. В лесном массиве, когда охотишься, очень много веток, они очень сильно перекрывают птицы, что выслез сделать практически невозможно. В некоторых случаях ружье будет, конечно, удобней. Особенно, когда тетерева вот так вот от тебя над головой перелетают. А ты с мелкашкой на них смотришь, только открыв рот и все. А с ружья бах и все проще. Тоже плюс и минус. Я когда с ружьем ходил, тоже добывал птицы много. По две, по три, по четыре птицы. Я столько с мелкашкой даже не добывал за день. Сколько я с ружьем стрелял обычно. Ну вот где же бывает? Из кустов. Красноярника и ивы. Те кочки такие, знаете, высокие кочки. Снег, тетерев весь там рано утром тоже. Дневную в таких местах тоже ночевают. И, соответственно, ты подходишь и они начинают кущим вылетать. А что там с ружья пятизарядка бах-бах-бах, только все падает и все. А с мелкашкой это уже подход, это тонкая работа. Попробуй попади, учитывай ветер, дистанцию, угол места цели. Баллистика очень крутая. Парабола, а вот так вот пулька падает, попасть-то очень несложно. Ой, непросто. Прицелы, конечно, тоже выручают. Знаю, что многие охотники охотятся с прицелами, которые вообще милов не имеют с мелкашки. Я вообще не понимаю, как вы там охотитесь. Стрельба так до 60 метров, а дальше так чисто поугаду. Тоже неинтересно. Может быть, кто-то по кликам считает, по барабанщикам работает. Но лучше сетки иметь с мелами. Прицелы первой фокалки, второй фокалки, кому как удобно. Мелкашка та же, Чезет 455-я, стайлинз. Сейчас с мелкашками вообще проблемы в магазинах. Кроме турецких вообще больше ничего нет. Одна Чезетка у нас в городе стоит, и то там 160 тысяч рублей. Ужас. Цены просто конские стали. Прицелы все то же самое, с которым охотитесь уже с сентября. Это милайт 2.16 на 52-я фокалка. Я уже показывал миллион раз. Охочу с ним очень удачно. Поставил на низкие кольца и все, проблем не знаю. Ставлю только на 10-ю кратность, потому что на 10-ю кратность мило соответствует. И стреляю, если надалеко, то на ней. Если расстояние близкое, то ставлю уже, конечно, кратность примерно 3-4. Комфортная кратность. Подсветка сетки тоже есть. Много уронивая, кстати. А срока параллакса тоже. Попробуем, поохотимся. Колпачки не одевая, они как бы мешают. Нам нужны в такую погоду. Будет постоянно линзу забивать дождем, как сейчас уже. Пока дошел, она у меня уже в снегу. Ну, как бы снегу в этом дожде. Снег тает. Мутность просто. Нужно немножко протереть. Не пальцем, конечно, тряпочку носить. Пальцем пару раз провел, уже все вижу. Не мешает. Ладно, давайте поохотимся. Кормильщик зарядил. Погнали. Видеокамера тоже промыкает. Снегом подзабивает немножко линзу. Сейчас буду вас там снимать только тогда, когда уже буду птицу видеть и делать подходы. Фильм длинный растягивать не будем. Будем делать немножко покороче. А то 40-минутный фильм и тяжело это немножко смотреть, да? Но бывает, если еще показать, ей будут длинные. Все. Смотрим. Пробуем охотиться. Такая тайга, лес. Ну, как тайга. Такая немножко поля, лес, перелески и все такое. Может встретить лося. Спокойно встретить лося. Где-то на легке поднять в таких местах. Ну и птицу, конечно. Конечно. Птицу. 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 как стрелять ветки где дерева то есть как стрелять ветки очень далеко ветки перекрывает сильно я попробую а то улетит сейчас уже еще один еще один Через ветки стрелять невозможно. Пуля просто не доходит. Нашел. Стрельбающие разведки это конечно то еще дело. Пульки просто не долетают в сторону рикошетит и все хоть и недалеко под пол с метров 40-50 не больше точно. Стая была большая. Бахнул. Маракуша оказалась. В этом случае я видел только силуэт просто. Ну ладно. Маракуши не запрещены. Так же разрешено как и самцов сдолбить. В смысле стрелять. Стая вся поднялась и улетела оттуда. Ладно. Лежит. Лицензию записываем и все нормально. Так. Лежит. 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 лесу, что ельник и все такое, и снег уже мягче не кричит. Подкрасить птицы, довольно-таки близко можно. Выстрелить только никак, просто все вот так вот ветками. Несколько раз пробовал еще стрелять, бесполезно, пуля просто не долетает. Идеально все целюсь, бах-бах-бах. Ну не так, что бах-бах и все. Мимо пуля не доходит, вязнет. Потом тетеры перелетают. Удивительно, на сегодня как-то они почему-то выстрелы не боятся. Сидят до последнего. Удивительно вообще такое. Ну вот бах-бах хотя бы одного, и то хорошо. Правда самка, конечно, хотел это бы косача, конечно, но до косача пули не долетело просто. Ладно, пойдем дальше искать. На улице минус один. Сейчас уже даже, наверное, до ноль стало. С ним только пороши. Сидят, отдыхают. Метров сто пятьдесят, может больше сто семьдесят, а может и двести. Нужно испугивать их и пробовать подходить. Дистанцию не померить. Ветер сильный и снег идет, метель. Так что тетера есть от луку немного. Пулька не долетела. Неправильную дистанцию рассчитал. Пошли в тайгу, это хорошо. Единственное, только метель. Но метель-то может быть и хорошо. Ветер минус, конечно, снег плюс. Я еще сам сегодня немножко в белом. Шансы подойти есть. Главное ставим найти, куда она могла уйти. Стрянул наугад, а вдруг попаду. Тремило взял, это как сто десять метров. Чуть-чуть пулька не долетела, буквально-то, блин, ну пять сантиметров до него. Видно было по прицелу. Всплеск снега перед ним вон. Хоп, поднялись и улетели. Нормально, улетели туда, куда нужно. Там хоть подойти можно. На голом, бесполезно. Еще ветер такой. Вон косач полетел, вижу. Метров 300-400 от меня. Где-то еще, наверное, в поле сидят. Поля огромные, такие площади, куда угодно могут уйти. Тетерева много. Пускал даже очень. Где-то они тут сели. О, ось прошел. Внутренний след. Как по снегу эти следы хорошо видно, да? Ну, вот я уже то был позавчера. Двухлетка. Ну, два с половиной года. Два троска. Самец. Восинс больше не интересует. Только Тетерев пока. Тетерева нашел. Только как подходить. Надо подумать. Вон они сидят. Далеко от меня. В общем, в тетом лесном осеве. Все расселись. Может где-то еще сидят. Надо смотреть внимательно. Поближе еще могут сидеть на елках тоже. Там как раз бобряная дамба. По ней перейду. Кстати, тут дамба на дамбе стоит вообще. Вот они сидят. Сейчас их вижу. Ясно? На березах. Пустая расселась. Снегу стало немножко поменьше. Вот она дамба. По ней можно перейти. Попробуем еще. Да-да-да. Нет-да-да. Как получится? Грязь еще не замерзла нисколько. А здесь следы большие. Походу волк прошел. Лава крупная. Вот она заходит. Видите, отпечатано плохо. Снег напал. Похоже на волчий след. Еще тетерев нашел. Вот по этой стороне, оказывается, не надо даже переходить никуда. И там сидят, и тут сидят. И тут по лесу. Вон там они расселись. Подглазные березы. Тетерева вон там вижу. Тетерева рядом сидят. Вот тут пройди. На целочках. Подглазные березы. Подглазные березы. Подглазные березы. Подглазные березы. Казачий. Дистанции не могу померить. Снег не дает метель. там дальше еще сидят ну-ка надо стрелять не попасть будет ну попробую есть есть отлично магазин потерял не потерял а сломал случайно я заряжаю так как одна зарядка косач упал и если попал дистанцию не знал взял просто на 5 сантиметров или на 7 сантиметров выше его по первому милу бах тряпкой отлично косача взял мне и хватит плюс до этого маракуши сейчас косачка такой шлипок как так 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 поломано. Так, береза. Довко лед внизу. Ветер очень сильный. Где-то здесь. Сделано этой сухой березе на правой стороне. Да, сразу не вижу. Береза была. Так, по левой, по правой сторону. Упал где-то там. Опа. Усть прошел. Пока ищу, но такое ощущение, будто перепутал березу. По сути, он ведь клевал, питался. В чем будет сухой береза грязь? Скорее всего, может быть, возле этой березы. Может, под ней лежит-то, а? Точно. Дерево перепутал, е-мое. Потому что дерево за дерево закрывает, и такое ощущение, будто на большей березе. А сидел вот на этой, на молодой. Поэтому кормился. Вон лежит. Щетка вижу. Есть. Как упал. Брови красные, большие. Вот сюда видно. Упал в пустые. Чипы дергался. Касатчик. Хороший, крупный. Добрый. Брови красные, красные. Ну вот вам охота с подхода в метель. Сильный довольно-таки ветер. И снегопад подкрался к большой стае. Подпустили. Но я шел там, конечно, тихонечко. Сейчас, видите, снег-то уже как стекло не шумит. Ставят. Даже искать больше не пойду. Пойду обратную сторону. Дому хватит. Двух тетерев добыл. Первая была маракуша. И сейчас касатчик. Мне этого за глаза хватит. Пара есть. Норма, конечно, здесь три штуки. Третьего уже брать не будем. Мы живут. Отличный выстрел. Мелкашка. Дистанция не знаю какая. Метров может быть 80. Примерно все. Потому что, я говорю, дальномер не работает. Снег несет, он не отбивает. Просто сигнал теряется и все. Восемь-десять метров показывать и бесполезно. Какой бы дальномер не был. Заяц, конечно, дерудал хорошо. Уже метров сто вот так вот бежит длинными прыжками. Заяц крупный, белый был. О, какой прыжок. Почти на два метра. Торопился, уходил. Торопить в таком лесу с мелкашкой почти нереально. С трудьем еще можно было бы. А тут вот туда пошел в сторону поля. Вот его следы мощные, крупные. Большой зайчик. Ну все, друзья, охоту закончил. Сейчас уже выдвигаю в сторону машины. Осталось еще метров 500-600. Я на месте. Добыто два тетерева. Первая была маракуша добыта. С расстояния примерно метров 50, может быть, 45. Бах, тряпка упала по дереву. Немножко поискал, потому что, как обычно, искал не под тем деревом. Чуть было правее. Деревев много. Тетерева было много. Еще по одному стрелял там. Пулька не долетела, потому что ветки сильно перекрывают и все. Бесполезняк бывает. Но пострелил сегодня. Нашел еще одну стаю. Сидела на поле. Огромная стая. Не зная дистанции, дальномерно не измерить. Снег несет. Ветер дует. Примерно взял 3 мила. Бах. Пулька чуть-чуть не долетела. А так взял немножко левее, со словами, что ветер дует. Снова справа где-то 5 сантиметров. Бах. Идеально прямо перед ним, но перед ним. Пуля упала в снег. Может было еще третьего добыть. Но не исключаю, что если бы этого добыл, я пошел бы за этими. А так стая поднялась. Улетела вся в тайгу. Вглубь туда, где поля. Бобринные плотины. Зайцы бегают, лоси ходят. Все эти следы вам сегодня показал. И все. Я их нашел. Сдалека высек. Сидят. Аккуратненько подкрался. Вот эти метров я, наверное, 200 полз через чаще вот эту лесную. Ельники. Все такое. Там канавы, вода, лужи. Все такое. И получилось подкрасться. Как стрелять, неизвестно. Ветер дует. Вот так вот штормит. Косач туда-сюда на ветру кайфует. Просто по-своему. Там кормится немножко. Вся стая сидит задом. Сзади немножко. На ивинах. Повсюду там. Но вот это был самый такой нормальный выстрел. Маракуша была одна поближе. Принял решение стоять именно по Косача. По одному. Взял где-то вот настолько выше. Сантиметров 6-7. Над ним. Бах. Тряпкой. Слышно было шлепок пули такой. Экспенсивка. Норма так. Патрончик. До звука. Скорость 310. Вся стая снялась и улетела куда-то еще дальше. Я с ними уже не пошел. Мне этого хватит. Два тетерева. Отличный результат. С полем. Маракушу пока сейчас не буду. Она в резаке находится. Я ее даже брать не стал. Не там где-то. Сейчас буду еще на обратном пути заходить. А так вот такой хвостяра. Красивый, белый, пушистый самец. Косач. Это, конечно, желанный трофей. Добыть их не всегда представляется удачным. Бывает, Маракушу добыть немножко полегче. Они все-таки получше чуть-чуть подпускают и улетают последними. Но нет, нет. Добывает, Косач какой-то немножко затупит. Эти меня не заметили. Просто я подполз. Дует ветер, снег. За елками скрываюсь. Всякое разное ползком там. Как гусеница везде прорезаешь. Молчком по очкам да по кустикам. И подошел. Сделал четкий выстрел. Косач упал. Комплект хорошо отработал. Мелкашка. Чезетка. Прицел Милайт. Отлично. Поработаем еще. Еще поохотимся. Сезон длинный. Лицензий много. В этом охот-обществе еще где-то штук 17. Есть, наверное, лицензии. Надо посчитать, посмотреть. А так, да. Еще в других охот-хозяйствах тоже присутствуют. Все. Давайте спорим нас. Счастливо всем. До свидания. Такая была охота на тетерево с подхода. Пешком. Ну и с мелкашкой, конечно. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok